Академия строительства имеет несомненное преимущество перед основными студентами, несмотря на то, что мы по среднему баллу зачисленных контурентов уже в пятый год занимаем первое место в России по направлению строительства. То есть даже среди такого количества семи контурентов выпускники Академии строительства окажутся впереди. А это уже, ну, это выпускная работа, профессиональная. Я зависит от директора развития компании «Банава». Мы сотрудничаем с политехническим университетом. И достаточно давно, как компания, которая существует очень давно, около ста лет занимаемся жилищным строительством в Северной Европе и работой в восьми странах, мы выстраиваем свою работу долгосрочно и наперед. Понимаем, что кадр, о котором сегодня я говорил, и образование очень важно. Занимаемся в странах различных проектах в России уже существует с советских времен. И проекты, которыми мы с вами занимаемся, это проекты в Петербурге, это жилищное строительство, вот некоторые из них вы можете видеть на слайдах. Правила это квартальная застройка, это комплексное освоение. И очень важно, чтобы тот комплексное освоение управлялось на базе информации. Вместе с политехническим университетом у нас есть программа в стажировке в нашей компании. И уже где-то с 3-4 курса мы набираем по конкурсу, которые нам университет рекомендует лучших. Мы из лучших по конкурсу выбираем еще больше. Из лучших и из лучших отбираем. Как правило, это ребята, которые владеют английским языком, владеют информационное моделирование и так далее. Хотя тогда, если делать инвестиционный проект на Тореза-72, реальный земельный участок, нужно было сделать инвестиционную отсылку проекта. И она сделала за полтора месяца, это вот ее фотография у Лены. Это уже свежая, она у нас работает 5 лет, сейчас она уже главный дженер проекта. Стажеры, она доросла за 5 лет, будет не помню. Вот 5 лет назад, посмотрите, она уже очень не работает, она за полтора месяца сделала модель. Из этой модели был получен дом инвестиционных разработок, с планировками, с паркингом, с чертежами, с разрезами, с визуализацией, с всеми показателями. Полный проект будет сделан и одной, при поддержке, понятное дело, специалистов, которые ее консультировали. Было это 5 лет назад. После этого пригласили наших партнеров, подрядчиков, сказали, что со столжой можно с этим справиться, наверное, вы сможете, мы вам поможем, мы вас научим. Вот телефон Елены, можете ей звонить, она вам будет помогать на реальном строительном кабинете. Вот другой пример, позже, годом позже, на объекте Гриналов, на нашем, другой наш стажер, Юлия Каминская, которая также у нас работает, делала уже не инвестиционный проект, а рабочую документацию, из 2D-чертежей создавала единый проект, архитектура, красно-соркции, сети. Естественно, этот объект уже построен, в эксплуатацию несколько лет назад, люди там живут. Вот более свежий пример, здесь больше экономического перевесить искать. Собеседовать каждую неделю по несколько человек. Огромный труд найти человека, который хочет, может, подходит тебе, обладает нужными компетенциями. От этих людей огромная, ну, в сути, их роль огромная, да, и очень многое зависит. Важно понимать, как это делать. Петр Друкер говорил о том, что культура ест стратегию на завтрак. Поэтому очень важно работать с культурой, и перевать культуру человека, который уже 30 лет строительства, намного сложнее, чем человек, который с университета приходит в реальных рабочих ситуациях. А затем, вот ниже, в модель компетенции, видите, терапевтический лидер, например, директор, да, который управляет проектом. Ему совсем другие компетенции являются, да, это построение, видение, организация, работа, коммуникация, фокусное развитие, да, непрерывное развитие себя, никак. Посмотрите, все это должно быть в единой системе непрерывного образования сотрудника, от стажировки, и то я не знаю, почему, это принесли, видимо, для того, чтобы в начале года составляется план целей по проекту, и план, как я собираюсь реализовать компетенции, компетенции, которые мне помогут с этим. Спасибо.